Иван Петрович Павлов Иван Петрович Павлов Иван Петрович Павлов Такая способность животных улавливать закономерности, связывающие предметы и явления окружающей среды, а также использовать знания этих закономерностей в новых условиях, была названа рассудочной деятельностью. Иван Петрович Павлов Они сказали, что животные способны не только приспосабливаться к быстроменяющимся условиям среды, но и могут предвидеть эти изменения и учитывать их в своем поведении. Увидев направление движения кормушки, животные находят кратчайший путь к нему даже в лабиринте. Ученые обнаружили, чем более развита нервная система, тем выше уровень рассудочной деятельности. Высшего развития она достигает у человека и проявляется в виде мышления. Чем отличается мышление человека от рассудочной деятельности обезьяны? Обезьяна видит цель и сразу начинает действовать. Она пробует разные способы достижения цели, отбрасывая ошибочные. Каждый раз это решение одной логической задачи в конкретных условиях. Человек же, благодаря развитию речи, может сначала мысленно сформулировать план своих действий и лишь затем решать задачу. Иногда тоже мысленно проигрывая ситуацию в уме. А если это нужно, то и практически. Причем следует помнить, что в основе поступков человека, кроме чисто биологических побуждений, свойственных и животным, лежат потребности в работе, в реализации своих способностей, тяга к красоте и знанию. Человеку свойственна социальная мотивация, целенаправленное поведение, рефлекс целей. Мышление основано на использовании прошлых знаний и отдельного человека, и всего человечества. Это комбинация опыта. Но это и поиск нового. Человек может улавливать скрытые от глаз закономерности, как Дмитрий Менделеев, открывший периодическую систему элементов. Человек может проникать далеко за рамки своих ощущений, как Альберт Эйнштейн, описавший движение тел со скоростью света. Альберт Эйнштейн Корректор А.Егорова Альберт Эйнштейн Корректор А.Егорова Альберт Эйнштейн Корректор А.Егорова